Где-то, наверное, неделю назад были привезены две цистерны, примерно от 60 тонн емкости, быстро закопанные, засыпанные землей. Ну и сейчас проводятся общестроительные работы, там несколько бетоновозов пришло. Виктор – житель дома номер 80 по улице Полевой. Сегодня он и его соседи вышли на общедомовое собрание. Настоящей градостроительной казу стал причиной беспокойства всех жильцов. Рядом с домом строят автозаправочную станцию. Нам сначала сказали, что будет какой-то тут или паркинг, или дом, или что-то. Ну все, что угодно. Я обзвонил всей инстанции города. Ни одна инстанция города мне не сказала, ну как это, не удовлетворила моего ответа. Чтобы я спросил, что здесь такое будет, и что здесь за строительство, никто не ответил. По противопожарному регламенту расстояние от заправки до жилого дома должно составлять не менее 50 метров. Кроме того, через дорогу от АЗС проходит железная дорога. А в нескольких метрах от стройки располагается трансформаторная подстанция мощностью 10 кВт. Мы попытались узнать у охранников, кто ответственен за строительство АЗС. Однако нам оказались не рады. Не имеем право рассказать, как называется организация, на которой вы работаете. Выходим, выходим, выходим. Моя организация никак не называется. Нам удалось связаться с владельцем участка, который дал свой комментарий по этому вопросу. Действительно, там планируется к строительству АЗС. В настоящее время ведется подготовительная к строительству работа. То есть осуществляют земляные работы, подготовку участка, подстроительство складирования материалов строительных. Соответственно, разрешение на строительство еще не выдавалось до настоящего времени. Документы на оформление в администрации города. Посадка АЗС осуществлена с соблюдением всех градостроительных норм. Там зона, позволяющая строить АЗС. И, соответственно, необходимое по слипам расстояние до жилого дома, в частности, что их больше всего интересует, которая составляет 50 метров, оно будет выдержано. Жители дома обращались в прокуратуру с коллективной жалобой. Но темпы строительства АЗС оказываются в разы быстрее, чем ответы у полномоченных органов на запросы граждан.